Ярославль в ожидании нового культурного события. В последний день октября зажгутся огни программы королевского цирка Геи и Радзе. Это почти трехчасовой спектакль, более двух тысяч костюмов и невероятное разнообразие животных. Некоторых из них нельзя увидеть ни на одной арене мира. Несмотря на активный гастрольный график программы, ее создатель в Ярославле впервые. И вот о том, как встретил гостей город, и что предстоит увидеть нашим зрителям, говорим с гостем студии, художественным руководителем программы Геи и Радзе. Геи, день добрый, я очень рад. Добрый день. Гея, первый вопрос. Как Ярославль встретил вашу команду? Так получилось, что за 27 лет моей работы в цирке и вообще в системе компании я никогда не был в Ярославле. Мы решили поехать в Тур. И буквально второй город это Ярославль, потому что первый после Москвы был Тверь. Второй это Ярославль, который увидит королевский цирк. Мы приехали полным составом. А нас это 120 человек, это 300 животных, 39 видов, 15 машин, 15 фор. Это состав поезда. Мы все здесь, мы уже разместились в ваших гостиницах. Мы вчера встречались на пресс-конференции, и вы рассказывали о том, что принципиальное отличие вашей программы, в первую очередь, в профессиональном подходе. Вот что значит профессионализм в понятии Геи и Радзе? Вообще профессионализм, и в моем понятии, и вообще понятие любого, наверное, человека, это человек, который занимается одним делом конкретно и профессионально. Начиная от рабочего по уходу с животными, кончая административными командой, которая занимается коллективом, все работают на единое дело. И делают это профессионально. Ничего подставного, компьютерного у нас ничего нет. Это наши костюмы, это наши животные, наши артисты. Все, что мы о чем говорим, и все, что я рассказываю, это все будет на манеже Ярославского цирка, вы в этом ведитесь. Потому что приехали тонны, мы привезли несколько тонн декораций, света, звука. Такого никогда еще в Ярославле, я смело заявляю, на все камеры, не было. Вы сказали, вы войдете в зал, и вы зал не узнаете. Это вы что имели в виду? А то, что идут монтажные работы в зале, мы привезли с собой декорации, которые ставим в зале. Допустим, в центре зала, в центре манежа, вернее, в форринге из выхода артиста, будет уже выстроен замок, который высотой 15 метров, и там несколько сценических прощадок, где будут происходить действия. Там выдвижные лестницы, колонны и так далее. Я не хочу открывать все секреты, но я, поверьте, вы, когда зайдете в зал, вы не узнаете Ярославский цирк, потому что там будет все очень красиво, и будет настоящее королевское царство. Гей, а где вы идеи берете? Идею я беру от вас. От вас это от зрителя, потому что для меня главный вдохновитель – это публика. Зритель – это мой судья. И когда я понимаю, что несколько лет я создаю как что-либо, потому что целый номер и аттракцион создаются годами, и когда это нравится зрителю, и зритель это воспринимает, то у тебя вот эти эмоции, которые ты получаешь от публики, дают тебе возможность вдохновения создать что-то новое. У вас действительно какие-то уникальные животные в программной части? Да, у нас очень много животных. У нас есть речайшие животные, которых вообще никогда в целке не было. В частности, африканские рогатые чёрные вороны, антилопы, гиббоны и много других животных. И вообще у нас самое крупное количество животных по составу животных. У нас одновременно на одном манеже могут работать вот в аттракционе, который заканчивает первое отделение. Это экзотическая группа экзотических животных. Работают страусы, зебры, гиббоны, лемуры, ламы, антилопы. Очень много животных. Подождите, но нет же практики дрессуры тогда вот этих животных, правильно я понимаю? Как нет практики дрессуры? Ну, например, нет практики дрессуры чёрных африканских рогатых воронов. Ну, у нас есть уже эта практика. То есть мы сделали что-то новое, понимаете? Мы создали ноу-хау. У нас не просто цирк. У нас некое сплетение жанров. У нас как бы такой синтез эстрады, цирка, мюзикла. Вы тоже выходите на манеж? Да, я работаю одной из главных ролей в этом спектакле. Роль короля, который путешествует под неким континентом. Но вы всё время говорите о том, надо сказать, что все говорят о том, что от животных можно добиться какого-либо результата только лаской. И одновременно вы вчера сказали о том, что ваши тигры сидят на более чем трёхметровых тумбах, из которых бьёт фонтан. Мы все знаем, что большие кошки и маленькие, они воды боятся. Но как вы тогда их убедили? Вы знаете, мне посчастливилось, что я попал в цирк ещё в советское время. И у меня советская школа дрессуры. Я стажировался у Торезы Васильевны Дуровой, у Мсава Михайловича Запашного, у Юрика Беликова-Бориса Константиновича, у Николая Корпевича Павленко. Это легенды советского цирка. И кого-то уже нет живы, к сожалению. Кто-то уже ушёл из жизни. И это советская школа дрессуры. Она была самая сильная школа дрессуры в мире вообще. И мне посчастливилось взять этот опыт, этот навык от них. И отработав с животными уже почти 26 лет, у меня уже есть своя некая система. Вы знаете, вот животные – это психология. Это нужно чётко знать психологию животного, любого. Иметь колоссальное терпение, чтобы чего-либо добиться. Потому что всё это делается годами. Гея, я благодарю вас за встречу. И хочу пожелать, чтобы у вас постоянно рождались новые идеи. Из этого создавались новые программы. А чтобы зритель, который приходит на ваше представление, всегда вдохновлял вас на эти идеи. Спасибо большое, что пригласили в эту студию. Спасибо, что вы нас встретили в этом городе замечательно. А мы от себя обещаем красивый праздник. Тот, который вы никогда ещё в цирке не видели. Продолжение следует...